Каждый год во многих домах достаются с антресолей заветные коробки с новогодними игрушками прежних лет. Как правило, именно они самые любимые, потому что помнят историю семьи. В фондах музея-заповедника Родина Ленина тоже хранятся такие игрушки, когда-то подаренные симбирянами и ульяновцами. Их представили в музее «Симбирское купечество» на выставке новогодней игрушки «Фонарики-хлопушки». Здесь представлены елочные украшения, которые сопровождали многие поколения в нашей стране и в какой-то степени являются отражением событий жизни нашей страны. Так 1949 год ознаменовался 150-летним юбилеем со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В честь этой знаменательной даты была выпущена целая серия елочных игрушек, героев пушкинских сказок. «Золотой петушок», «Руслан и Людмила», «Сказка о рыбаке и рыбке». В 1950-х годах промышленность стала выпускать большой ассортимент игрушек, которые закреплялись на елке с помощью прищепок. Это были птицы, животные, клоуны, цирковые артисты, музыканты. Во времена правления Никиты Сергеевича Хрущева в моду вошли игрушки, изображающие фрукты и овощи. Початки кукурузы пользовались особой популярностью. В связи с тем, что квартиры советских граждан были малогабаритными, набрали популярность наборы игрушек-малюток для настольных елочек. Они представляли собой миниатюрные елочные украшения, копии обычных. «Если говорить об игрушках начала XX века, то, конечно, здесь очень много игрушек, изготовленных из ваты, папье-маше, из картона, и раскрашенных, допустим, с добавлением блёсток. Хотя в это время уже, конечно, создавались и стеклянные игрушки. Но просто они были достаточно дорогие, и поэтому не всем были доступными». В 1965-1969 годах наступила эра стандартизации, и производство ёлочных игрушек стало серийным, что привело к снижению разнообразия выпускаемых новогодних украшений. Но, тем не менее, все старые ёлочные игрушки приятно брать в руки и наряжать ёлку. Они отличались теплотой и мягкостью, делались с душой, что заметно по чертам и формам. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Уллправда ТВ.